всем доброго вечера если у кого-то вечер доброго времени суток в общем и москву снова собрались снимаю показать нашу зиму в конце октября елочки на улице все в снегу дорога подскакиваем на дороге по этому телефону так прыгает наверное неприятно смотреть когда так такое видео в общем зима в самом разгаре службы наши дорожные как всегда зиме не очень-то готовы то что ну нет нам почищено батали катали да на работе у нас охранник сегодня предупредил сказал что завтра отключение воды будет целый день воды канал будет отключать в общем у нас примета в городе такая выпал снег значит начинаются раскопки будут перекапывать трубы и в основном все это идет по колодцам на дороге так что ждем раскопок да и вот то что мы у нас ремонт дороги центральной они его не успели до снега сделать единственный парк отдыха городе тоже не успели до снега сделать ехали с работы уже вот поздно вечером там темнело плюс снегопад был сейчас вот снег не идет а там был снегопад и рабочие до сих пор все там укладывают плитку наверно укладывают а на дороге асфальт нужно будет уложить ничего лучше прилипнет он со снежком то наверно весной пропадет исчезнет вместе с миллионами которых он стоит вообще мы тут как-то слушали радио передали что объявлен тендер на сколько-то метров дороги асфальта в нашем областном центре в иваново и сумма была миллиона полтора что льда сервиш ну чё точно такая крутая сумма за несколько метров дороги и не и желающих нет потому что нужно было дать гарантию никто не хочет давать гарантии пока это у нас погода почти зимняя красиво конечно очень красиво лес бы еще снять но у меня телефон в темноте не снимает я сегодня ночью проснулась тоже как раз снегопад шоу и в свете фонаря вот снег падал так то все видно включаю телефон нет не снимает всю красоту пропустила еще раз всем привет у нас включение прямое включение с рынка садовод еще мы сможем уехать в москву за товаром но мы не возим на продажу одежду мы возим пряжу швейные принадлежности вот раньше мы еще возили рабочую обувь сейчас мы уже задумались об этом будем это возить или не будем в общем для всех начинающих блогеров есть очень больная тема очень больная мозоль это взаимные подписки отсутствие просмотров практически и часы не копится вот но вся вот это вот тема больная она гаснет по сравнению с тем что у нас есть еще одна больная мозоль связанные с нашей основной работой это тотальная маркировка всех товаров в общем многие люди которые не связаны с розничной торговлей они не как даже с яхидством все воспринимают и говорят ну что торгаши теперь вам вот все крышка будет вот может быть нам будет крышка но если нам будет крышка то остальным я так думаю она в скором времени придет эта крышка сосать будет несколько будут сосать с вас с покупателей которые не касаются розничной торговли вообще никак это бюджетники это работяги я не говорю про олигархов или про кого-то мы их вообще не трогаем они нас не трогают мы живем на разных планетах в общем когда говорят что в россии что-то там хорошее я думаю ну знаешь по другую россию рассказывать никак не про нашу в общем про маркировку вот сегодня мы снова по этому рынку побегали посмотрели товарищи но столько товара столько вот этого всего на которые маркировка в принципе не может быть получено потому что она не пойми из какого материала сделано она не пойми кем сделано и она все это продается и мы это все развозим в разные регионы и продаем у себя там потому что нашим покупателям просто напросто не по карману купить брендовые вещи и они покупают не буду говорить подделки не подделка они покупают другое маркировка что подразумевает под собой маркировка это значит произвел производитель поставил маркировочный знак прежде чем его поставить он должен зарегистрироваться там системе честный знак по моему что ли он называется система вот но для производителя это как бы все конечно затратно но более предельно ясно да что касается розницы это мы должны закупить оборудование для того чтобы торговать маркированными товарами это и компьютер нужно в отдел поставить или удаленно его как-то поставить но по любому контроль же нужен вот это 2d сканер который если у кого-то уже есть сканеры считывающие штрих-коды он не годится нужен как минимум 2d и кассы вот из тех что мы приобрели у нас только одна касса сможет работать по такой системе которая как компьютерная а все остальные вот эти кнопочные меркурий их про их перепрошить это дороже войдется чем купить новую нам придется покупать новые кассы если мы надумаем торговать маркированными товарами что у нас подлежит маркировки я уже как-то в каком ролике там говорила я не буду касаться шины фото товары я от этого далека я не буду касаться шуб табака и аптечных товаров но подлежат маркировки туалетная вода и духи с 1 декабря подлежат маркировки постельное белье кухонное принадлежат белье именно кухонные полотенчики скатерти и если стоит вопрос торговать или бросить подешевле на данный момент бросить поэтому многие так поступит не только мы дальше обувь 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 рознь если маркировать кожаную обувь наверное все со мной согласятся что да все будут за все будут чтобы не было подделок но под обувь подпадают еще и сланцы резиновые тапочки из полиуретана из резины в общем это кто может быть не знает да и все знают что такое вот чешки даже пинетки а на них тоже есть код и написано пинетки детские в том числе и из текстильного материала тапочки в том числе там баня сауна и текстильный материал в общем только что у нас носки на не маркирует но слову сказать калоши если калоши стоит 50 рублей представьте сколько они будут стоить это же все нужно раскидать по стоимости в общем дорогое у нас брать не будут нас будут давить большие магазины которые уже у них все это налажен весь быт они просто немного подороже их поставят все будете покупать калошки не по 50 рублей а по 100 рублей торговых домах карри или подешевле в магнитах на может быть рублей 80 она будет почему мелкие да мы наверное все уйдем с этого рынка не будем это все возить не стоит шкурка выделки вот напоследок нас еще добивают тем что у нас последний год остался енвд это налог с метража кто сколько занимает метров с того и платится налог для кого-то он очень выгодный у кого мало метров вот у нас например отдел 30 метров налог получается не маленький и работаешь не работаешь болеешь не болеешь а налог все равно платить нужно вот то есть мы например не убегаем от налогов у нас так она и есть и если мы вот сейчас несколько дней не работали мы все равно этот налог уже оплатили нас патентная система я что к чему еще дальше мысли путаются столько всего хочется высказать половина конечно вообще не в теме и им это и не интересно но наболела товарищи очень сильно наболела многие уйдут с рынка рынок это не то что вот на улице на рынке нет я имею ввиду с торговли мы живут не на рынке торгуем у нас мы снимаем помещение я не представляю как год маркировать кухонные полотенца под идеальники комплекты постельного белья потому что даже комплект комплекту тоже рознь есть дорогущие красивые а есть дешевые которые даже там 500 рублей не стоит вот да и еще будет маркироваться верхняя одежда спортивные костюмы там ветровки вот это все и что меня очень сильно возмутило как вязальщицу будут маркироваться блузы трикотажные женские это я цитирую в том числе ручного производства это как вот объясните мне как в мои мозги это не никак не влазит я уже и русский язык забываю и все в общем висите внимало грамотному человеку как можно промаркировать промаркировать блузку трикотажную женскую ручного производства сергей витальч у меня пришел да в общем кто знает как это происходит происходить можете мне написать именно про ручное производство то что связана будет одна вещь и нужно будет это что нужно будет даже тому кто это сделал запрашивать электронную подпись и все это оформлять и представляю ладно мы собираемся не буду я больше грузить вас всех своими грузными мыслями если что-то будет интересное поснимаем а так еще снимем какая у нас погода когда мы приедем здесь вот снег он падает в москве но он тает моментально мы уезжали у нас были сугробы вот мы уже планово вечер снежок чуть-чуть остался немножко на дороге чистые дорог нет посмотрим что будет в москве снега не было во владимире только-только начинался снежок по радио передавали что в москве завтра будет плюс 3 днем во владимире по моему до минус 2 передавали днем а у нас не знаю посмотрим мы от москвы иван вот москвы где-то 300 километров до 380 ну в общем 300 километров это от москвы до иваново у нас еще около сотни 80-90 что-то так посмотрим разница буквально 100 километров посмотрим что там со снегом будет хотела заснять чем нас встречает ты еще не кинешь мы там вот тут приезжаем чертов перекресток у ячуги как его раньше называли потом здесь сделали кольцо легче от этого не стало тоже все бились теперь они придумали сделать бордюр вот какой-то вот посреди дороги разделительная полоса точно правильно сергей тачку лишь один уже вот он не обозначен ничем на дороге бедная машина ну прям наскочил вообще нет ни одного познавательного знака что здесь посередине будет полоса вот это разделительная шириной наверно она больше чем полметра идет еще что творят сами наверное не понимают хорошо еще что это вот вечером и не такое большое движение не знаю что тут видно снежок у нас есть но не такой такие конечно сугробы они подтаяли немного дороги не посыпанные дороги не очищенные просто раскатали все у нас через одно место крючеческое ну что как мы и предполагали все у нас на месте все у нас сохранилось чистота снежок насколько смогли обкатали на дороге или нет так и сделаем есть у нас в улице наверное уже вот интересно нашу улицу почистили или нет зимушка зима сейчас было по радио плюс 10 будет когда через сколько лет понедельник живем до понедельника вот только деревья прикасутся ко всему и окончательно листву сбросят потом будет плюс 10 подумают что опять пора им просыпаться в общем творится что-то непонятное что вот выпал он и выпал вот так бы и был что туда бы не девался еще реально да детям радостно поиграться вот мы уже почти дома здесь вообще чистое все покрыто снегом асфальта нет не видно вот у нас не чистили у нас улицу просто укатали тоже сейчас подморожено минус четыре поэтому более-менее нормально а так вот когда бы весь не распутится то вязнено все Мишу у нас уже похоронили сосед у нас скоропостижно скончался уехал работать в Москве в Москве на работе ее парализовала в общем не выкарабкался сколько нам 61 год? 59 и 60 скоро было 59 ой да 60 лет нет еще один подарок государству вот так вот мы мальчики девочки спасибо что были с нами всем пока-пока всем пока-пока